В эфире программа День города. Здравствуйте! В студии Анна Герцовская. Мои коллеги-репортеры телекомпании Город готовы познакомить вас с новостями нашего региона. И сейчас коротко о главном. Пожар в многоэтажке в Рязани. В результате возгорания пострадал человек. Лучшие выпускники школ региона получили медали за особые успехи в учении и приняли участие в традиционном губернском бале. День семьи, любви и верности. В день праздника в Рязани было образовано 18 новых семей. Очередной пожар в многоэтажном доме произошел на Шереметьевском проезде в Рязани. В результате ЧП огнем была повреждена квартира на восьмом этаже. По данным МЧС, на пожаре ожоги получила женщина 60-го года рождения. И пожарными было спасено двое детей. Пожар на Шереметьевском проезде в Рязани произошел в воскресенье. Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в пятом часу вечера. Со слов очевидцев, пожарные расчеты приехали быстро. Однако балкон квартиры уже был объят огнем. Также пострадали и соседние квартиры. Мы были в отъезде, нас не было дома. Позвонили знакомые, сказали, что мы горим. И все черное, вот так вот во всех комнатах. Квартира Николая Казакова находится на этаж выше сгоревшей. В день пожара его не было дома. О случившемся ему сообщили соседи по лестничной клетке. Адрак, быстро выпетушили? Да, быстро, быстро, быстро. Вода у них ничуть не доставала сначала, но потом быстро все, быстро. И с этих сайтажов рядом балкона выливали ведрами. На пожар выезжали и принимали участие в тушении 5 пожарных автомобилей. 15 человек личного состава Государственной противопожарной службы. Как сообщается на сайте ГУМЧС Паризанской области, на пожаре пострадала 57-летняя женщина. Также пожарными спасено двое детей. Судьба очередного банка оказалась под вопросом. Центральный банк ввел временную администрацию в банке ЮГРА. Это связано с неустойчивым финансовым положением ЮГРЫ. Агентство по страхованию вкладов сообщило, что выплата страхового возмещения вкладчикам начнутся не позднее 24 июля текущего года. Об отзыве лицензии у банка ЮГРА не сообщалось. Банк ЮГРА является одним из старейших в Российской Федерации. Он был основан 22 ноября 1990 года. По состоянию на июнь 2017 банк ЮГРА занимал 30 место среди российских кредитных организаций по величине активов. Банковская сеть насчитывает 7 филиалов и более 100 офисов во всех федеральных округах Российской Федерации. Сегодня Центральный банк Российской Федерации ввел временную администрацию в ЮГРА. Вот как на это отреагировали вкладчики. Если отзовут лицензию, ну другое буду банк искать. Потому что здесь 10% годовых, это самый большой по всем коммерческим, это первое. И второе, они много лет. Ну по-моему тут обозначена процедура, через две недели они начнут давать выплаты. Сказали через две недели. Все вырубили компьютеры. Как сообщалось ранее, все выплаты страхового возмещения вкладчикам начнутся не позднее 24 июля. На момент написания сюжета об отцеве лицензии у банка ЮГРА официально пока не сообщалось. Лучшим выпускникам региона вручили знаки губернатора Рязанской области медаль за особые успехи в учении. Церемония награждения состоялась 10 июля в зале торжественных приемов правительства Рязанской области. Наград были удостоены выпускники, которые показали высокие результаты в ходе учебы и государственной итоговой аттестации. Они гордость региона. Более 60 талантливых, трудолюбивых, целеустремленных юношей и девушек. У всех отличные успехи в учебе и активная жизненная позиция. Теперь они получают медаль, которая так и называется, за особые успехи в учении. В прежние годы награда золотого достоинства давала определенные привилегии при поступлении в ВУЗы. Теперь их нет. Однако выпускники утверждают, у них не пропало стремление получить подобный знак отличия. Меня пригласили за 100 баллов по русскому языку. Я очень сильно переживала за этот экзамен. Но я готовилась весь год, поэтому я надеялась на такой результат. Но все равно было очень волнительно. Ангелина получила 100 баллов за госэкзамен по русскому языку. Этот высокий результат может стать гарантом поступления на филфак. Но девушка выбрала медицинский. Хочет стать стоматологом. С утра я встала и такая, думаю, волнительно, губернатору иду. А сейчас прихожу, тут такая торжественная обстановка, радостная. И поэтому очень торжественный и ответственный момент для нас, для всех выпускников и выступальников в том числе. Преимущественно буду метить в наш радиоинститут в Рязанский на электротехнику и электроэнергетику. Также есть план поступать в Москву, но это пока не точно. Многие из этих молодых людей поступят в престижные столичные вузы. Обычно те, кто был лучшим в школе, становятся лучшим и в жизни. Сегодня задача правительства региона сделать так, чтобы, став высококлассными специалистами, они захотели вернуться в регион. Необходимо, чтобы у нас появлялось как можно больше квалифицированных, с хорошими условиями труда, рабочих мест. И эти рабочие места были бы высокооплачиваемые. Чтобы ребятам, во-первых, интересно было работать в таких условиях, во-вторых, чтобы они могли достойно жить. И это самое главное, привлечь сюда как можно больше таких предприятий, создать между ними в хорошем плане конкуренцию за людей и наполнить нашу рязанскую землю новой экономикой. После награждения в правительстве прошел традиционный губернский бал золотых медалистов. Подарок города талантливым выпускникам. Праздник в честь их упорства, старания и трудолюбия продолжился в досуговом комплексе «Былина». Элегантные, яркие, красивые, блестящие. Ведь они лучшие выпускники региона. Позади трудные экзамены и трогательные школьные выпускные. А впереди настоящий губернский бал. Сегодня они нарядные принцы и принцессы. Только вчера молодые люди сдавали документы в вузы, а сегодня же танцуют на балу. Тем не менее, настроение у всех отличное, а наряды выглядят безупречно. Еще бы к празднику готовились задолго. Самых умных и талантливых выпускников закружил губернаторский вальс. Очень много пар, очень много людей. Главное, не столкнуться с виски. А бабки жмут отставать или легко? Конечно, легко. Но понимаете, платье в пол – это такая вещь. Наступил, платье нет. В правительстве отметили, что такой бал вскоре может стать традиционным. Прежде всего, спросят самих школьников, нравится ли им такое торжественное и красивое завершение. Непростой пары экзаменов и школьных выпускных. В Рязани на улице Пушкина для автомобилистов появилась серьезная проблема. Жители города жалуются на малозаметную яму. По словам очевидцев, которые выложили пост, касающийся этой проблемы в интернет, пробоину не видно во время дождя. И по этой причине, цитирую автора, уже машин 20, пробили там колеса. Подробности далее. Я плачу налоги. Где мои дороги? Эта надпись появилась сегодня на улице Пушкина рядом с домом 39. Кто автор этих слов – неизвестно. Но свою главную задачу он выполнил – привлек внимание к проблеме. Прямо посреди улицы находится яма длиной в полтора метра. Если проехать ее на большой скорости, то в ней можно оставить колесо от машины. Глубина ямы – 10 сантиметров. Но после дождя ее сложно заметить. Поэтому с момента появления выбоины пострадало уже 20 машин. Житель соседнего дома, Денис, тоже водитель. По его словам, яма здесь уже неделю. Сам он старается ее объезжать. Я лично видел, что две машины пробивали колеса, повреждали картер, вытекало масло. И со скорости потока порой образуется пробка. Потому что портить своего железного коня никто не хочет. Объехать же яму получается только одним путем. Комичности ситуации придает тот факт, что рядом с ямой стоит машина дорожной службы. На протяжении долгого времени из автомобиля никто не выходил. Но ситуация кардинально изменилась прямо перед отъездом нашей съемочной группы. К яме подъехал грузовик, полный щебенки. Бригада дорожников вмиг расставила ограждающие конусы и в течение нескольких секунд полностью засыпала выбоину. В таком состоянии яму они и оставили. Но автомобили по-прежнему продолжают объезжать этот участок дороги. Те, кто решились проехать по щебенке, растащили ее по всему дорожному полотну. Что с таким быстрым ремонтом сделает дождь, по всей видимости, узнаем совсем скоро. Очередная авария, произошедшая по вине нетрезвого водителя, случилась на улице Промышленной. Водитель Газели управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Однако с результатами медицинского освидетельствования виновник аварии не согласен. Нетрезвых водителей на дорогах страны, к счастью, становится все меньше с каждым годом. Однако находятся смельчаки, которые садятся за руль в состоянии алкогольного опьянения. Прошедшее воскресенье на улице Промышленной произошло ДТП с участием нетрезвого водителя. 44-летний мужчина, управляя автомобилем Газель, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с легковым автомобилем Киа. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель легкового автомобиля с полученными травмами был доставлен в больницу. При выяснении обстоятельств дорожно-транспортного происшествия у сотрудников полиции возникли подозрения в том, что водитель грузового автомобиля находится в нетрезвом состоянии. Но водитель грузового автомобиля не согласился с результатами проверки на алкотестере и был доставлен на дальнейшее медицинское освидетельствование. Все обстоятельства ДТП выясняются. Вокруг стихийного рынка на Тимакова не утихают споры. Кто-то против торговли вдоль улицы, не хватает парковочных мест, другим, напротив, удобно покупать свежие овощи и фрукты в разгар летнего сезона. Около 11-й больницы на улице Тимакова уже который год летом располагают стихийный рынок. Местные жители довольны, все рядом и дешево. Свежие домашние овощи и фрукты, которые можно купить дешевле, чем в супермаркетах. Однако данный вопрос является объектом споров. Посетители больницы жалуются на отсутствие парковки. Ее занимают машины торговцев. Рейды по торговле проводятся на ежедневной основе. У нас помимо составления протоколов происходит изъятие предметов административного правонарушения, то есть в основном это весы, которые используют торговцы, это столы, зонтики, ну все то, что не является скоропортящимся товаром. Ну и соответственно происходит пресечение несанкционированной торговли. Администрация города сообщает, что в данный момент происходят проверки на качество и на легальность продукции. Производится изъятие предметов. Не стоит забывать, что рядом находится официальный рынок. Здесь есть специально отведенные места для дачников. По словам чиновников, в ближайшее время планируются изменения. Расширить улицу, создать парковочные места. Правда, судьба стихийного рынка пока неизвестна. В России вступил в силу приказ МВД, который упрощает процедуру регистрации транспортных средств. Документ регулирует сразу несколько моментов. В частности, владельцы смогут не предъявлять полис ОСАГО при регистрации машин. Сотрудники полиции будут получать необходимые сведения из электронной базы данных. Приказ также уточняет порядок регистрации транспортных средств с измененными из-за износа, коррозии или ремонта госномерами. С подобными проблемами часто сталкивались владельцы старых автомобилей, купленных на вторичном рынке. Кроме того, те, кто подает заявление на регистрацию машин через единый портал госуслуг, могут предоставить автомобиль сразу к месту осмотра, минуя процедуру проверки и комплектации документов. 8 июля в России отметили День семьи, любви и верности. Этот праздник достаточно новый для нашей страны. Впервые россияне его отмечали в 2008 году. В эти выходные праздник состоялся и в Рязани. На Соборной площади чествовали рязанские семьи. Среди них были пары, прожившие в браке более 25 лет, а также те, кто только начинает отсчет своей семейной истории. Несмотря на то, что эта суббота стала самой холодной за весь июль, и погода была по-настоящему сентябрьской, настроение молодоженов ничуть не испортилось. Впервые на главной площади Рязани сразу 18 пар провели одновременную церемонию бракосочетания и сказали громкое «да» в своей счастливой семейной жизни. Некоторые потенциальные даже ответили. Прошу вас ответить, невесты. Ну что ж, ваше взаимное согласие дает мне право считать 8 июля 2017 года. Ваш брак зарегистрированным объявляю вас мужем и женой. Среди молодоженов в этот день и известный рязанский спортсмен Алексей Шаев. Мы очень счастливы, несмотря на погоду. Наоборот, дождь – это предвестник счастливой семейной жизни. И праздник еще, День Петра и Февронии. Соответственно, всем счастья, любви и всех благ. Мне кажется, вообще сейчас жара. Самые крепкие пары города тоже отметили. 11 рязанских семей получили медаль. Все они прожили вместе более 25 лет и стали настоящим примером любви и верности. Среди них даже семьи, которые вместе 50 и даже 65 лет. Супруги Гудович – ветераны Великой Опечественной войны. Они более чем достойно прошли все испытания, выпавшие на их долю и долю нашей страны. Жена всегда умела терпеть, умела прощать и правильно управлять все мысли нашей семьи. А что, в свою очередь, должен делать муж? Любить жену свою, беречь ее. Это, как говорится, основа домашнего тяга. Бои, помощь друг к другу. Иногда нужно уступить, иногда нужно помолчать. И все будет хорошо. Церемония бракосочетания завершилась свадебным балом. А свадебные фотоальбомы молодоженов пополнились фото с главой региона и его супругой. Чтобы семья оставалась семьей, чтобы у семьи были дети, чтобы семья была любящей друг друга. И чтобы люди старались сохранить это, как бы это ни звучало, банально, но ячейку общества. Потому что нет семьи, нет демографии, нет людей, нет никого. Нет ничего, и у страны не будет будущего однозначно. По всей стране гремят выпускные вечера. Студенты получают дипломы и готовятся отправиться во взрослую жизнь. Праздник не обошел стороной Политехнический институт. 7 июля выпускников чествовали на территории Рязанского Кремля. Подробности у Валерия Седова. В одном из самых красивых и значимых с исторической точки зрения мест города в Рязанском Кремле состоялось вручение дипломов выпускникам Политехнического института. У Успенского собора собралось более 400 студентов. Хоть погода и была пасмурной, на протяжении всего мероприятия с неба не упало ни одной капли. Вручение дипломов началось очень необычно с выступления барабанщиц. На мероприятии было приглашено много именитых гостей, которые когда-то давно также выпускались из Политехнического института. Теперь все они занимают руководящие должности на крупных предприятиях. Мы гордимся тем, что наши выпускники востребованы на рынке труда. Мы гордимся тем, что 99% наших выпускников работают на благо Рязанского региона и прославляют Рязань. На вручение дипломов присутствовали и гости из правительства Рязанской области. В этот важный день они приготовили для Политехнического института знаковый подарок. Теперь остановка кинотеатра «Родина» будет называться в честь ВУЗа. Такого необычного сюрприза не ожидал никто. Заместитель председателя правительства Рязанской области Елена Буняшина выступила перед бывшими студентами от лица в Рио-губернатора. Разрешите мне по поручению главы региона, любимого Николая Викторовича, поздравить вас с большим событием в вашей жизни и получением профессионального образования. Политех – это качество, качество профессии. Каждый выпускник прошел долгий путь, чтобы получить эту заветную книжечку. В нее было вложено много стараний и усилий. Бессонные ночи, сложные экзамены – теперь все это осталось позади. Самое лучшее чувство, что может быть, да. Мы очень счастливы. Будем вспоминать родной институт. Много сил, стараний, нервов. Ночей, дней. Конечно, очень счастливы. Главное, чтобы у тебя, так сказать, было желание и цель. Ты идешь к этому постепенно, сдавая курсовые, переходя из одного курса в другой. Поступайте в политеху. За каждым выпускником стоят его родители. Люди, которые переживали за успехи своих детей, ничуть не меньше их самих. В такой день своих слез они не скрывали. Радость, потому что есть и ребенок, и наша какая-то частица в этом есть. Мы, конечно, очень рады. Гордость. У нас красный диплом. Поэтому я чувствую гордость. Очень она старалась, переживала. Ну вот пришла к этому. Красный диплом. Поставлена точка. 90% выпускников уже трудоустроены. И они знают, что их ждет после летнего отдыха. Кто-то из ребят выбрал магистратуру. И они вернутся в свой родной институт. Но пока что можно отвлечься от всех невзгод и искренне порадоваться за то, что все было не зря. Это все новости на данный момент за событиями. Вы можете следить на нашем официальном сайте, а также в группах в соцсетях. Хорошего вам настроения и до встречи. Это случилось! Обвал ипотечных ставок. Квартиры за 5,6% годовых. Только в компании «Зеленый сад». Совместно со Сбербанком России и Рязанским ипотечным фондом. Всегда хотел свой дом. Так, чтобы недалеко от города, в красивом месте, с живой природой и чистым воздухом. Я нашел его. Построил дом. Удобный, просторный. Рядом охота, рыбалка, грибы. Друзья ко мне часто приезжают. Есть чем заняться. Говорят, хорошо тут у тебя. А я и сам знаю. Все, что нужно мне и моей семье, все здесь, все рядом. В коттеджном поселке Караси. А где живешь ты? Субтитры сделал DimaTorzok